Равняйся! Смирно! Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! В Бабинской школе молодой учитель физкультуры работает уже целый год. Владимир Невостроев сюда пришел сразу после армии, имея диплом Сарапольского педколледжа. Моя мечта с самого детства, вот и поэтому я пошел. Мой первый учитель школьный придал. Это Смирно Квантин Дмитриевна. Она учила меня еще до девятого класса. Думаю, самый лучший учитель мой, самый любимый был. В городскую школу Владимир не поехал. Деревенский парень собирался работать в родном девятого, но там место физрука было занято. Зато в соседнем Бабино новому педагогу очень обрадовались. Сегодня в Бабинской школе работает уже семь молодых учителей. Уверены, что они у нас не уйдут из школы. Пока нет, стопроцентно. Но ближе уже к этому. Ближе. И надеемся. Если в прошлом году еще у нас некоторые молодые учителя боялись всего, говорили, что не выдержим, наверное, уйдем после первого года, то сейчас они более уверенно начали уже работать. А для уверенности молодые кадры получат от Удмуртии хороший бонус. Тем, кто поедет работать в сельскую школу, полагается денежное вознаграждение в размере 180 тысяч рублей. Сумма выдается частями. За первый год работы 40 тысяч, за второй 60, за третий 80 тысяч рублей. Специальная комиссия при Министерстве образования уже начала обработку заявок от молодых педагогов. Рассмотрений 12 томов. У нас на комиссии рассматривается 195 заявлений. Это очень хорошая цифра. Когда принимался закон, мы рассчитывали, что их будет 100. Но 195 мы радуемся. Значит, молодые учителя идут в школу. Возраст до 35 лет. Одно из требований – работа по специальности. Радует и то, что 17% из заявлений – это мужчины. То есть мужчины стали возвращаться в сельские школы. Из 195 заявок комиссия одобрила 190. В том числе и у Владимира Невостроева. Такие подъемные, уверен Бабинский физрук, сподвигнут молодежь поехать на село. Сам Владимир в Бабино решил обосноваться прочно. Уже пожениться на своей девушке и построить уже для себя дом. Зарплата физрука – 25 тысяч рублей. С республиканской поддержкой можно начинать строительство дома. Кстати, нынче в сельские школы Удмуртии пришло 402 молодых специалиста. В прошлом – 321 человек. Сегодня в сельских школах республики все вакансии заняты.